Спасибо большое всем. Рад приветствовать всех друзей, всех своих коллег. И хочу немного рассказать своё видение о реконструкции, после реконструкции. Я так понимаю, что много было высказано мнений, возможно ли вообще это выполнить или нет, и существует ли идеальный результат вообще, в принципе, после повторных реконструкций, которые, возможно, и постоянно нас преследуют, в принципе, по нашей деятельности. Поэтому такое было выбрано название, что миф — это или реальность, и можно ли вообще получить идеальный результат после повторной реконструкции. Ну вот я, Дмитрий, выступал, Дмитрий Владимирович сказал, что, в принципе, конечно, я в большинстве своём тоже поддерживаю его мнение, что лучевая терапия оказывает огромное влияние на эстетический результат, но всё-таки нельзя забывать, что вот на данном слайде очень хорошо видно, что как минимум одно осложнение возникало через два года у 40% облучённых пациентов, у которых использовался имплантат и экспандер, двухэтапная реконструкция, такая, какая, в принципе, выполняется в большинстве клиник всего мира, и около 25% реконструкции с аутологичными лоскутами — это тоже проблемы с лучевой терапией, и около 22% у необлучённых пациентов с реконструкцией примерно такой же процент, видим, что около 28% осложнений у необлучённых пациентов с аутологичной реконструкцией. Поэтому я хотел бы сказать, что алгоритм выбора реконструкции не просто должен быть привязан к лучевой терапии, но, в принципе, мы должны учитывать, включается ли лучевая терапия, но не трудно забывать, что отсроченные реконструкции, когда мы выполняем их после лучевой терапии, имеют тоже огромный процент осложнений, который достигает практически 40%. Огромное количество осложнений, которые возникают на первичной реконструкции, нас всегда приводит к тому, что встаёт вопрос перед человеками, перед пациенткой, следует ли вообще выполнять повторную реконструкцию? Такие следует ли вообще по ссылке к тому, что повторная реконструкция возможна и выполнять? Так это был главный вопрос, можно ли выполнить реконструкцию в реконструкции? Я примерно рассказал возможные реконструкции после осложнений. Значит, что же мы делаем в случае потери эндопротеза после первичной и отсроченной реконструкции, и что мы делаем после потери лоскута после первичной или отсроченной реконструкции? Я не привязывался к тому, что реконструкция бывает первичная или отсрочная. Мы выполнили с вами реконструкцию тем или иным способом, получили чаще всего осложнение, которое привело к потере эстетического результата или потере его, в принципе, всей работы. И что можно, в принципе, предложить пациенту или же использовать хирургу в этих случаях. Вы видите, на данном слайде я показал, какие опции у нас, в принципе, для того, чтобы это реализовать. Я не буду перечислять, я остановлюсь, в принципе, по этим вопросам в следующих своих слайдах. Итак, возможная двухэтапная реконструкция после потери результата, после первичной реконструкции. Мы можем, конечно же, использовать метод экспандер-имплантат. Таким образом, что мы прибегаем, когда мы делаем эту реконструкцию и выполняем ее? Когда есть необходимость защитить желаемой тканевой экспанции, и когда мы видим, что у нас после потери имплантата возникает дефицит в форме здоровья, и когда мы имеем возможность использовать аутологичный лоскут, анатомический пациент не подходит для этого. Тогда, конечно же, мы можем прийти к возможному использованию дефицитапной реконструкции, заменой имплантата, с последующей заменой имплантата. В данном случае у пациентки случилось несчастье, что мы потеряли свободный лоскут, который через насильник возникло от лоскута кровотечения, лоскут был удален. Что делать у этой пациентки? Много метода использовали экспандерные имплантатные методики, установили экспандер непосредственно в операционный, когда был удален экспандер, в принципе, можно было в этой пациентке сразу же, наверное, использованный имплантат, и увидели, что при замене сканевого экспандера на имплантат, вот такой вот результат, в эпохе лоскута и замены при оставшейся части лоскута, краевой некроз, мы могли использовать в данном случае установить сканевый экспандер под оставшейся часть лоскута, с последующей заменой эндопротез в структурированной поверхности. В этих случаях, конечно, мы можем же говорить об возможности коррекции метри в различных исполнениях. Возможны при двухэтапных реконструкциях экспандер-имплантат, когда мы выполняем, какие могут быть варианты исполнения данной методики. Чаще всего, конечно, происходит смена кармана установки эндопротеза. В нашем случае, если это был претекторально установленный имплантат, мы меняем это на субмускулярный карман. Либо замена эндопротеза с аналогичным покрытием с укрытием нижнего клона с дополнительным материалом, с актулярным дермальным матриксом и с астетическим имплантатом. Либо же мы производим замену эндопротеза с субмускулярным покрытием и открываем нижний клон. В принципе, возможно, опция такая, как удаление эндопротеза или аутологичного лоскута, замена эндопротеза на эндопротез непосредственно после подтички неудачи. А опции, какие стоят у нас перед нами, такие как смена покрытия, например, текстурированный, менять текстурированный на текстурированный, менять текстурированный на полиуретановый имплантат. Таким образом можно поменять полиуретановый имплантат на полиуретановый имплантат, поменять, наоборот, полиуретановый на текстурированный. Когда же мы проявляем смену метода установки имплантата, так как я уже сказал, что мы можем поменять карманы, можем установить препекторально, можем установить субпекторально, таким образом уходя и пытаясь устранить последующие осложнения, которые могут возникнуть после повторной реконструкции. И возможно мы прибегаем к возможному укрытию дополнительно ацеллюлярным дермальным матриксам, можем использовать лоскут широчайшей мышцы спины или же использовать сетчатый имплантат дополнительно к тому, что мы имеем. Вот как у данной пациентки вы видите, что после установки первичной реконструкции двухсторонней подхожной мастектомии и установки полиуретанного имплантата, мы получаем осложнение во время проведения лучевой терапии, получаем капсулярную контрактуру. Через 9 месяцев после лучевой терапии мы видим жесткую капсулярную контрактуру слева и меняем, например, в этом случае эндопротез с полиуретанным покрытием на эндопротез с дополнительным укрытием имплантата, сетчатым имплантатом в нижнем склоне и получаем вот такой вот результат. У данной пациентки вы видите тоже, мы пытаемся поменять имплантат, который был установлен препекторально с полиуретанным покрытием, на имплантат уже с текстурированным покрытием. Если раньше он был установлен препекторально, то в этом случае мы попытались установить текстурированный имплантат субмускулярно и мы имеем вот такой вот вид после замены эндопротеза на текстурированный имплантат. Еще один клинический случай, когда мы проводим замену имплантата с текстурированным покрытием на имплантат с полиуретаном, то есть мы пошли по другому принципу и удаляя текстурированный имплантат, поменяли его на имплантат с полиуретановым покрытием, имея опять-таки потерю по тем или иным причинам. В данном случае, вот тоже вы видите, что мы использовали ягодичный лоскут для первичной реконструкции, была потеря на четвертые сутки после реконструкции и в дальнейшем мы уже поменяли, удалили лоскут и поставили через год после замены на эндопротез с текстурированным покрытием, вы видите пациентку после данной методики. И вот еще одна опция, которая имеется у нас, это замена эндопротеза при неудаче, постигшей на первичной реконструкции, можно использовать методику использования лоскута с эндопротезом. В данном случае мы чаще всего, конечно же, говорим о торакодорзальном лоскуте, как о лоскуте, который в принципе может быть спасительным лоскутом, почему мы в принципе отошли от использования торакодорзального лоскута на первичной реконструкции и оставили его как опцию на отсроченные реконструкции при неудачах, которые могут нас постичь. В данном случае, вы видите, мы потеряли эндопротез после возникшей протрузии на фоне одевантной полихимиотерапии, удалили имплантат, видите, вид пациентки после удаления слева и использовали торакодорзальный лоскут в комбинации с эндопротезом с полиуретановым покрытием и получили неплохой результат. Еще одна пациентка, у которой хорошо использовался торакодорзальный лоскут в комбинации с эндопротезом при постигшей неудаче в виде протрузии и инфекционного осложнения, когда был удален эндопротез, после проведенного лечения мы использовали через год после отсроченной реконструкции, использовали торакодорзальный лоскут в комбинации с эндопротезом с текстурированной поверхностью. Еще один случай использования торакодорзального лоскута, тоже вы видите, что чаще всего потери все происходят в этих случаях на фоне проводимой либо лучевой терапии, либо после нее, либо одевантной полихимиотерапии, хотя она не оказывает не такое большое влияние на эстетический результат, но в принципе вы видите, что использование торакодорзального лоскута это очень хорошая опция для достижения хорошего результата после постигшей неудачи. И конечно же вы можете использовать в данном случае, когда использовался на первичной реконструкции эндопротез, вы можете, как чаще всего мы сейчас в нашей практике делаем, меняем его на аутологичный лоскут. В данном случае вы видите, что при потере осложнения, при одномментной реконструкции с использованием силиконовых эндопротезов принципиально можно использовать любой лоскут. Даже мы не отрицаем, что может быть использован лоскут на мышечных ножках, в данных случаях и трем лоскут, и диеп лоскут, и ТДЛ, и различные перфорантные лоскуты, и лоскуты ягодичные, люмбальные лоскуты, или же лоскуты поясничные. Это уже на вкус, как говорится, хирурга, который видит и может использовать тот или иной вид реконструкции. Вот, пожалуйста, один из случаев, когда мы попытались заменить эндопротез после неудачи, эндопротез с полиуретановым покрытием, который был установлен препекторально. На фоне лучевой терапии через год развивается жесткая капсулярная контрактура по третьей степени по бейтеру, в последующем она нарастает, и мы меняем эндопротез на лоскут микрохирургический передней брюшной стенки, на диеп лоскут. И вы видите вид пациентки через 9 месяцев после замены эндопротеза. Ещё одна пациентка такого рода, когда мы провели замену эндопротеза с полиуретанным покрытием на лоскут, на свободный химикрохирургический лоскут, вид пациентки на фоне лучевой терапии, развития капсулярной контрактуры и использования лоскута уже после того, как нас постигла неудача на эндопротезе. Тоже хороший клинический пример, когда мы видим, что развивается через 11 месяцев после проведённой лучевой терапии, развивается протрузия, наложение повторных швов ни к чему хорошему не приводит. Мы теряем нашу реконструкцию первичную и прибегаем к реконструкции при помощи диеп лоскута. Вы видите вид пациентки через 5 месяцев после замены эндопротеза. В данном случае мы тоже использовали вариант лоскута, но в этом случае мы использовали трем-лоскут. Вы видите после того, как был установлен экспандер и в принципе у пациентки не возникло желания заменить и возникшие осложнения на эндопротезе. У пациентки не возникло желания повторного использования эндопротеза. И отсутствие сосудов для выполнения микрохирургической реконструкции привело нас к тому, что мы использовали трем-лоскут и получили неплохой результат. Есть случаи, когда мы теряем лоскутные реконструкции. Таким образом, когда мы говорим, что есть неудачи и на перемещенных мышечных лоскутах, так и на свободных лоскутах. Этого тоже не нужно отрицать. Что делать в этих случаях? Возможно, замена аутологичного лоскута на эндопротез. Вы видите, в данном случае нас постигла неудача при использовании торокодорзального лоскута. И мы пошли путем установки тканевого экспандера. Пациентка к нам обратилась после двухсторонней мастектомии. Попробовали использовать торокодорзальный лоскут. Справа у нас была удачная реконструкция, слева нас постигла неудача. Пришлось удалять и эндопротез, и лоскут. И повторная реконструкция у этой же пациентки с установкой экспандера, с последующей попыткой замены экспандера на эндопротез. И также, конечно же, мы не должны отрицать тот метод, который сейчас широко обсуждается и который внедрен в практику. К сожалению, у нас нет большого опыта по использованию липофилинга или жирового трансплантата для воссоздания полностью всего объема молочной железы. Но в нашем докладе мы решили это тоже упомянуть. Почему? Потому что такая методика существует. И мы, в принципе, для использования этой методики, есть все данные, что можно воссоздать молочную железу при помощи использования ауто-жирового трансплантата после первичной неудачи эндопротезами и лоскутами. Таким образом, в конце своего доклада я хотел бы отметить, что возможность выполнения реконструкции после первичной реконструкции – это безусловно реальность. Если пациентка готова, в первую очередь, пациентка должна быть готова к тому, что она приходит к вам повторно на ререконструкцию, то возможности использования, огромное количество возможностей использовать тот или иной вид реконструкции. И на сегодняшний день я считаю, что в руках реконструктивно-пластического хирурга огромное количество опций для достижения хорошего результата даже после неудачного исхода после первичной реконструкции. Я еще раз хотел поблагодарить всех организаторов данного форума, поблагодарить наших коллег, которые пригласили и дали возможность выступить сегодня перед вами. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.